Всем привет, ребятушки, с вами, конечно же, как всегда, в Уфнике, сегодня новый выпуск программы Молодость. Да, ребятки, снова Молодость, и сегодня я хотел бы вам рассказать о такой игре, как Dragon's the Bruce Lee Story на Sega Master System. И я надеюсь, вы все играли в одноименную игру на Sega Genesis, или Sega Mega Drive, как мы привыкли ее вообще называть. И да, игра была файтинга. А эта игра далеко не файтинг, а эта игра просто иди вперед и убивай всех. По крайней мере, это то, что я прошел. И я сейчас попытаюсь объяснить, почему я был в шоке, когда увидел именно такую игру. Потому что файтинг, который был на Sega Mega Drive в свое время, меня просто шокировал. Там были безумные движения, прям, знаете, как Брюс Ли, он был как живой. Ну, это, естественно, до того времени. Я просто был в шоке, когда это увидел. Я думал, блин, ну, круто, просто, вот, вот, просто круто. Но когда я запустил эту игру, я задумался, крута ли эта игра. И сейчас я попытаюсь объяснить вам, почему я считаю, что эта игра дерьмо полна. Во-первых, сразу, что первое, бросается в глаза. Ребят, это не графика. Это отсутствие музыки. Отсутствие музыки в игре. Есть звуки, звуки есть, допустим, есть звук удара, есть звук ходьбы, есть звук, там, смерти персонажа, да, вашего. Все. Это единственные звуки, которые есть в игре. Дальше, с чем мы сталкиваемся? Естественно, мы сталкиваемся с проблемой в управлении. Сейчас я попробую объяснить, почему. Вот вы представьте, Джойстика, SEG Master System представляет из собой крестовину с перемещением, кнопкой старт для начала игры и двумя кнопками, А и Б. Ну, представили, да, все, Джойстика, как на Дэнди, только бы без турбокнопок. И вот ты видишь перед собой противника, да, вот видишь персонажа своего, противника. И хочешь его ударить. Жмешь на А, жмешь на Б, но Брюс Ли стоит на месте. Он не бьет соперника. Думаешь, что за херня, да? Ты попытался вместе их потыкать, попытался еще что-то понажимать, знаете, там, блин, туда-сюда, ничего не работает. Блин, что думаешь, Джойстик, что ли, не так работает? Надо как-то прозабраться. Но потом ты впоследствии идешь вперед, да, и просто идешь вперед, и бишь опять персонажа, и взимаешь на удар. Херак, Брюс Лин бьет. Так вот, знаете, надо, как бить? Надо просто жать вперед, либо жать назад. Вверх это будет прыжок, высокий такой прыжок, блядь, метров на десяточную высоту. Ну, ахине полно, наверное, я бы сделал лучше юридичную игру, чем вот именно вот такое-то, что сделали разработчики. И вот с первых же минут ты понимаешь, что игра, ну, дерьмо, ну, что-то можно обсуждать, если, блин, она неудобна в управлении. И мне сейчас многие могут сказать, да, ко всему можно привыкнуть, да, все круто. Без проблем, без проблем, на графику тяжело. Графика, кстати, симпатичная в этой игре. Не хочу ничего говорить, что она, блядь, какая-то убога. Да, это просто Sega Master System есть, придираться графической составляющей тяжело. Но я поиграл в эту игру порядком 20 минут. К слову, меня убили всего лишь один раз, и то это было по числе случайности, там меня окучили, и я что-то забылся, в сторону посмотрел. Вот меня в итоге убили. Но вы понимаете, что игра за 20 минут не преподнесла ничего нового. В общем, ничего. Ни новых локаций, ни новых соперников, ничего, мать твою, нового. Даже музыка не включилась за эти три уровня, которые я прошел. Ни боссов, никого. И как вы считаете, эта игра заставит вас как-то втянуться в игру, втянуться в этот геймплей? В принципе, сам по себе геймплей нормальный, я бы не скажу, что он убогий. То есть, ты там бьешь с правой, с левой, с ноги, с кружочка. Это все круто. Да, это не спорю, это Bruce Lee. Можно просто отыграть только ради того, что это Bruce Lee. Но отсутствие музыки, корявого управления, портит все впечатление. Вот реально портит все впечатление в игре. И когда в итоге ты вот прошел эти три уровня, и ты понимаешь, что чем ты только что занимался. А ты ничем не занимался. Ты просто страдал херней. К сожалению, это так. К сожалению, эта игра реально полная херня. И, ну, не знаю, мне не хочется больше обсуждать эту игру. Все-таки, вот вы послушали меня, да, вот, может, вы сделали какой-то вывод. Но я не хочу говорить, что все игры на Sega Master System плохие. Так как пока у меня получается в моих роликах, да, практически всегда обсираю. Нет, есть отличные игры, я о них расскажу, конечно же, обязательно. Но эта игра, к сожалению, к сожалению, кал. Но эта игра была бы нормальной игрушкой. Если бы она не была проблюса, проблюса, ребят, не была бы. Отличная игра. Я бы в нее точно бы играл и точно бы кайфовал. Но как на счет того, что кайфовал, не кайфовал. Извините, звука в игре нету. Но это просто все грани. Вот играешь, играешь и слышишь только звуки ударов. Звуки ударов. Отлично музыкальное сопровождение в игре. Звуки ударов. Вот всегда любил слушать звуки ударов. Все. Единственное, звуки, где есть в этой игре. Ну это, блин, ну это дебилизм, согласитесь. Ну это вообще, как бы, идиотизм, проб. Это реально идиотизм. Все, я все сказал, что думаю об этой игре. Поэтому не надо, не играйте в игру... В игрю. Мой язык поганый. В игру... Опять сказал, в игру. В игру Dragon the Bruce Lee Story не играйте. Не нужная, полная херня. Реально, вот полная херня. Лучше поиграйте в какие-нибудь другие игрушки, о которых я, конечно, в когда-нибудь впоследствии вам расскажу. Но сегодня подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, естественно. Ставьте лайки, дизлайки. Комментики, репостите. И... Не знаю, чем еще занимаетесь. Просто радуйте меня своими комментариями и лайками. Так что... С вами был, конечно, Коксавушин. И пока, ребята. Ждите новых видео.